Библейский портал экзегет.ру представляет 24 глава первой книги царей для библейского портала экзегет или книги царств, как она называется в старых традиционных переводах, я читаю свой. «Давид бегает от Саула» — это содержание всех этих двадцатых глав. Ну вот, здесь в 24-е описана их встреча. Может быть, самая главная глава из 20-х, потому что в ней описан какой-то очень важный момент. Царь Саул, пока еще царь, будущий царь Давид, которого Саул хочет убить, потому что Саулу неприятно, что его сменит Давид, он бы хотел своего сына Ионатана посадить на престол. Но при этом они все-таки помнят о Боге. И вот только что в конце 23-е говорилось, что Саул заканчивает преследовать Давида, когда узнает, что напали филистимляне. Есть действительно враг страны, враг народа. Враг народа не в том значении, в каком у нас это в 30-е годы говорилось, а вот враг израильского народа филистимляне, когда они напали, то можно отложить эти распри. Но нападение филистимляне — это не навсегда, значит, преследование возобновится. Давид ушел оттуда, где он был, там описывалось одно из его укрытий, и поселился в укреплениях Эйнгеди, это оазис небольшой. Когда Саул возвратился из похода на филистимлян, ему сообщили, что Давид в пустыне Эйнгеди. Саул взял 3000 человек, отобранных из всего Израиля, и направился на поиски Давида с его людьми, к скалам диких коз. Ну, да, понятно, то есть такое маленькое уединенное местечко, где там козы скачут, скалы, вот. Там проще прятаться, да, на пересеченной, на сильно пересеченной местности. По дороге он подошел к овечьему загону, где еще была пещера. Саул зашел в нее, чтобы облегчиться, а Давид со своими людьми находился как раз в этой пещере. Вот интересно, что, казалось бы, героический момент, но повествователь описывает какие-то прям неприличные моменты, да, Саул зашел, чтобы облегчиться в пещеру. Почему так? Вот я уже высказывал эту мысль в других главах, когда мы их обсуждали, что повествователь как бы нарочно подчеркивает, насколько это простая история, про какие-то очень примитивные, зачастую дурные вещи, да, это история политической борьбы, это история такой микрогражданской войны. И, в частности, вот царь зашел облегчиться в пещеру, и это один из ключевых эпизодов. Ничего такого высокого здесь нет, но и в этом тоже каким-то образом раскрывается воля Божья. Саул зашел в нее, чтобы облегчиться, а Давид со своими людьми находился как раз в этой пещере. Люди Давида сказали ему, вот и настал день, о котором говорил тебе Господь, он придает в руки твоего врага, чтобы ты поступил с ним как захочешь, да. Тот не знает, что в этой пещере есть еще кто-то, и такой момент, когда, значит, он присел по нужде. Понятно, он не успеет там ни вскочить, ни выхватить оружие, даже закричать, может быть, не успеет, если быстро на него напасть со спины. Вот отличный повод уничтожить его. Давид подкрался и незаметно отрезал полу одежды Саула. Когда он сделал это, смутилось сердце его, что он отрезал полу у Саула, и сказал он своим людям, «Сохрани меня, Господь, сделает такое с господином, моим помазанником Господним, поднять на него руку, ведь он помазанник Господень». Такими словами Давид сдержал своих людей, не позволил им напасть на Саула. А Саул вышел из пещеры и отправился дальше. Отрезал полу, да, то есть тот присел, одежда были длинные, значит, у него эта одежда распустилась, и Давид подкрался, он мог бы нанести удар мечом в спину и убить Саула. Но он отрезал полу, показав тем самым, я мог ударить мечом чуть-чуть, там, левее и повыше, да, или правее и повыше. И тогда бы это была твоя кровь, а не кусок ткани у меня в руках, да. Вот. И все равно его сердце смутилось. То есть особо помазанника священно. Пусть он недостоин, пусть он личный враг, но царя трогать нельзя. Вот, собственно, о чем здесь говорится. Помазанник Господень, то есть тот, кого пророк по воле Бога помазал священным маслом, назначив его на царство, и, собственно, вот это его недолжность, невысокое звание, это его некий священный статус, да, который вовсе не означает, что это хороший человек, который вовсе не означает, что он угоден Богу. С Саулом как раз в эту пору уже совсем все не так. После этого и Давид вышел из пещеры, и закричал след Саул, «Господин мой царь!» Саул оглянулся, и Давид пал лицом на землю, поклонившись ему, да, то есть сохраняет эти знаки почтения. И сказал Давид, «Зачем слушаешь ты людей, говорящих, будто Давид желает тебе зла? Сегодня видел ты собственными глазами, что Господь предал тебя в мои руки. И подговаривали меня убить тебя, но решил я, что не подниму руки на Господина моего, ибо ты помазанник Господень. Отец мой, посмотри, у меня в руках пола твоей одежды, я срезал ее прямо с твоего платья, но не стал тебя убивать. Посмотри, самоубедись, что нет у меня злого умысла или заговора против тебя. Ничем я пред тобой не согрешил, а ты хочешь отнять у меня жизнь. Да рассудит Господь между мной и тобой, да и отомстит за меня Господь, а моей руки не будет на тебе. Как гласит древняя пословица, зло исходит от злых, а моей руки не будет на тебе. На кого вышел царь израильский в поход? За кем гоняешься ты? За мертвым псом? За какой-то блохой? Ну, то есть так он себя называет. Да рассудит Господь между мной и тобой, пусть вступится он за меня и отомстит тебе за меня. Вот его принцип, да, тут даже не нужно ничего комментировать. Я мог бы тебя убить, это было бы мне выгодно, это сделало бы меня царем, но я оставляю это на волю Бога. И Саул понимает это, он слышит это хорошо. Когда высказал все это Давид, то Саул воскликнул, твой ли это голос, сын мой Давид? И Саул зарыдал. И сказал Саул Давиду, прав ты, а я не прав. Ты отплатил мне добром за зло, которое я делал тебе. Ты доказал ты сегодня, поступив со мной по-доброму. Господь предал меня в твои руки, но ты не стал меня убивать. Кто другой подстрег бы своего врага, чтобы отпустить его в добрый путь? Да отплатит тебя Господь добром за то, что ты сделал мне в этот день, потому знаю, что быть тебе на царстве, твердо держать тебя в руках царство израильское. Покляни же мне Господом, что не прервешь мой род после меня, не сотрешь имя мое в отеческом моем роду. Поклялся Давид Саулу, и Саул вернулся домой, и Давид со своими людьми поднялся в укрепление. Казалось бы, это точка примирения, но нет, они все равно расходятся. А Саул, который понимает, что Давид прав, а он нет, и который говорит, ну, это значит, что ты будешь царем, да, я вижу в тебе царское достоинство. Вот смотрите, Давид его проявил еще прежде, когда он сродился с Голиафом, поскольку царь это прежде всего полководец, прежде всего тот, кто ведет свой народ на войну, и Давид это сделал. И здесь Давид проявил себя царем совершенно по-другому, да. Царь это великодушный человек, царь это тот, кто не мстит, и даже имея возможность убить, не убивает, да. Иначе это не царь, а тиран, деспот, диктатор, говоря современным языком. Но царь, который действительно вот мудрый, который боится Бога, он понимает, что есть определенные границы, да, эти границы, они гораздо уже, чем его физические возможности. И Давид это понимает, и поэтому Саул видит, да, Давид достоин того, чтобы занять этот царский трон. Но пока все остается как есть. Вот мы часто знаем, как надо, но продолжаем жить так, как живем. И история Саула, она ровно про это. И Давид, Давид, который отказался от мести, который думает, ну теперь я могу бы, казалось, вернуться. Нет, он понимает, что с Саулом ему все равно не лжиться. Вот есть такие люди, с которыми не получается договориться. Печально, но факт. А дальше будут снова истории про эти очень сложные отношения, да и про то, как там Давид живет в изгнании. Редактор субтитров А.Семкин,